Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Мартира Сиан-Лилит. Я студентка Института государственного международного права. Сегодня я представлю вам научную работу, темой которой является правомерной для называть события конца XIX-начала XX века в Османской империи актом геноцида против Армян. Итак, почему тема борьбы за свободу и справедливость не теряет актуальность? Потому что люди постоянно находятся в поиске способов мирного сосуществования. И, как показывает практика, он до сих пор не найден. XX век насыщен масштабными конфликтами, сопровождавшимися гибелью миллионов людей. Однако же он еще и уникален тем, что проявляется уже новый вид преступления, который на протяжении всего века проявляется в тех или иных государствах по отношению к конкретной группе населения. Данное преступление называется именно геноцид. Актуальность выбранной темы заключается в том, что порой государство, желая господствовать над другой стороной, создает определенные конфликты, которые порождают катастрофические последствия. Эти же последствия ведут к преступлению, увлекающему за собой гибель невинных людей, выделенных по определенным причинам и по определенным критериям. И чтобы определить данное преступление и его признаки в рамках конкретной страны, мы рассмотрим некоторые аспекты деятельности главы Османского государства в последние десятилетия его существования, которые непосредственно связаны с армянским населением, для правомерного отнесения их действий к геноциду, и попытаемся выявить проблемы, которые влечут за собой данное преступление. Правовыми источниками работы являются Римский статут Международного уголовного суда, Конвенция о предупреждении преступления и наказания за него, а также Международный пакт о гражданских политических правах. Ну, пожалуй, начнем с Конвенции о предупреждении преступления и геноцида. Это своего рода документ, который был принят в 1948 году в Генеральной Ассамблее ООН. Согласно данному документу, под геноцидом принимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, религиозную и расовую группу как таковую. Геноцид проявляется в убийстве членов определенной группы, причинением серьезных телесных повреждений, а также умственного расстройства, предумышленном создании для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение, а также в мерах, рассчитанных на предотвращение к деторождению среди группы и насильственной передачи детей из одной группы в другую. Надо отметить, что именно этот документ впервые характеризует понятие геноцида и дает им определенные признаки. И в целях создания международного суда для предотвращения таких тяжких и особо тяжких преступлений, как геноцид, и обеспечения наказания за них был принят на дипломатической конференции в Риме в июле 1998 года и вступил в силу в 2002 году Римский статут Международного уголовного суда. В данном документе статья 6 полностью отражает статью 2 Конвенции вышеупомянутой, в котором точно так же определяются понятия геноцид и признаки, соответственно. Все потому, что данная Конвенция стала основой для составления части статута. И что же касается Международного пакта о гражданских и политических правах, то он был принят в декабре 1966 года, и он основан на всеобщей декларации прав человека. В нем также содержатся статьи, которые непосредственно касаются геноцида, но оно не характеризует понятия и признаки, так как это делают предыдущие два документа. Но тем не менее, пункт 3 статьи 6 пакта подразумевает, что никакое государство по положениям предыдущей комменции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него не имеет права отступать от обязательств за совершение геноцида. Следующая же 7 статья пакта указывает на то, что никто не достоин бесчеловечного обращения или незаслуженного наказания. И чтобы сопоставить понятия геноцида и признаки событиями Османской империи конца XIX-начала XX веков, необходимо начать безусловно с армянского вопроса. Армянский вопрос – это совокупность проблем, возникших в этот период, связанных с порабощением армян турками и стремлением первых обрести некие права и свободы. Источником его возникновения может послужить русско-турецкая война 1877-1878 годов, значительно ослабившая позиция Османской империи, поскольку государство потеряло контроль над христианскими странами, часть из которых в России стали независимыми от страны. Одним из народов, оставшихся под покровительством Турции, естественно, были армяне. И согласно Берлинскому трактату 1878 года, армянам предоставлялось больше прав и свобод, а также гарантия защиты со стороны европейских государств, в частности, со стороны Российской империи, что не могло не встревожить турецкие власти. Дело в том, что если предотвратить и все проблемы, которые были в Османской империи, связанные с армянами, и предоставить все права согласно Берлинскому трактату, то можно столкнуться с тем, что армяне, так же как и их христианские соседи, пожелают воссоздать свое независимое государство, или же как минимум они захотят существовать автономно в рамках Османской империи. Ну и помощниками армян, естественно, могут стать европейские страны, которые настроены против Османской империи. И единственным выходом для недопущения реализации таких планов, по мнению султана Абдулхаммида, который правил на тот период, было массовое уничтожение армян с целью укрепления Османского государства. Ликвидация армянского населения, во-первых, смогла бы очистить страну от так называемых немусульман-изменников, а во-вторых, предотвратила бы усиление Российской империи и защиту границ на юге. Таким образом, действия Абдулхаммида, направленные на уничтожение населения по национальному и религиозному принципу, являются точкой отсчета армянского геноцида. И как попадают в рамки определения понятия геноцид, данные двумя документами, и просто они совпадают по всем признакам, перечисленным по Конвенции, по статуту, и нарушают две статьи Международного пакта. Следующим же этапом уничтожения армян стал приход к власти в июле 1908 года молодотурок, турецкой группировки, сформировавшей партию «Единение и прогресс» во главе с Эмвером Пашой, Талатом Пашой и Джималем Пашой. Считается, что причастие к геноциду не столько Абдулхаммид, сколько этот триумфират, который вообще проводил политику, не соответствующую своему изначальному стремлению примирения с армянским населением и предполагавшую мирное сосуществование мусульманских и немусульманских народов. Со временем, в особенности к началу Первой мировой войны, взгляды главных членов партии становились все более радикальными, вообще приведущими к тому, что действия стали просто несравнимыми с действием Абдулхаммиды. И в феврале 1914 года накануне военный Центральный комитет молодых турок создал конкретную программу, предполагавшую депортацию, а затем уничтожение немусульманского населения, в первую очередь, конечно, армян, в целях гомонегенизации населения Османской империи. То есть, превращение Османской империи в однородный мусульманский состав с преобладанием турок. Примечательно, что формирование дальнейшего развития турецкой нации предполагалось именно благодаря имуществу, отобранному у депортированных или убитых армян. И впоследствии добавилось к программе еще одна цель устранения армян, это обеспечение безопасности границ России в условиях войны, ликвидации изменников, дезертировок прочих солдат, которые способствовали бы усилению русской армии. В современной истории Гранулки Оркян в соответствии с этой программой выделяют два этапа геноцида. Первый этап начинается с 1914 года и заканчивается в сентябре 1915, а второй длится с сентября 1915 по декабрь 1916. Данная периодизация обуславливается тем, что в первый период геноцида турецкие власти осуществляли массовые депортации и погромы в различных вилаетах, то бишь в административно-территориальных единицах Османской империи, в которых проживало преимущественно армянское население. Например, это ванские, эрзерунские, севанские, трапезунские, вилаеты. Что касается второго этапа, то реализация программы уже пришлась на тех, кто выжил в условиях депортации, в том числе на женщин, на детей и на пожилых людей. И считается, что за сентябрь 1915 года по март 1916 года было убито около 500 тысяч человек, достигших Сирии и Месопотамии. Следовательно, более жестокие мероприятия молодотурков соответствуют понятию геноцида, указанного в Римском статуте Международного уголовного суда, комменция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а также нарушают положение Международного пакта о гражданских и политических правах. На данный момент существует ряд нерешенных вопросов, касающихся геноцида армян. Во-первых, это то, что хотя десятки стран, вообще на 2016 годах насчитывается уже 30, признали действия Турции в начале 20 века актом геноцида армян, в действительности по Римскому статуту Международного уголовного суда нельзя наложить ответственность за совершенные действия на данное государство, поскольку, согласно части 3 статьи 24 пункта 1 документа, одним из принципов права является отсутствие его обратной силы. Это значит, что в соответствии с настоящим статутом государство или отдельные лица не подлежат уголовной ответственности за деяние, совершенное непосредственно до создания этого документа. И следующая главная проблема состоит в том, что фактически некого наказывать. Прошло уже более 100 лет, и главные организаторы и же косвенно участники событий той эпохи давно умерли. Соответственно, данная проблема, поскольку все еще остается открытой, вообще несет ли ответственность за действия правительства Османской империи на лишнее правительство Турции. Таким образом, на основании исторических фактов и международных договоров, можно сделать вывод, что мероприятие, направленное на уничтожение армянского народа в конце 19-го, начале 20-го века в Османской империи, принято и правомерно называть геноцидом, поскольку все мероприятия, проводимые на тот период, совпадают с определением понятия геноцида, совпадают с признаками понятия геноцида и нарушают две статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, Лилита Эдвардовна, какое государство первым признало геноцид армян и в каком году? Благодарю за вопрос. Первым признала геноцид армян в 1965 году Уругвай. Еще раз скажите, пожалуйста, можно ли считать религию одной из основных причин армянского геноцида? Ну, вообще, по сути, да. Потому что массовые мероприятия, которые были проведены непосредственно в отношении армян, и не только армян, пострадали на самом деле в рамках этих погромов понтийские греки, а также ассирийцы. И они все были христианами. И согласно вообще концепции и идеям Абдул-Хамида, все немусульмане, они становились так или иначе врагами. Особенно в условиях поражений массовых русско-турецкой войны и вообще неграмотной политики внутри государства Османской империи. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Как Вы считаете, рационально ли вообще находить решение проблем и вопрос, о котором Вы поставили в своем исследовании, если закон обратной силы не имеет и все равно невозможно будет никого наказать за совершенные действия? Ну, вообще, в принципе, я думаю, что стоит. И я думаю, что это рационально. Поскольку, да, закон не имеет обратной силы, но дело в том, что можно же внести какие-то определенные поправки в Римский статус Международного уголовного суда. Вообще можно вовсе ликвидировать статью 24 или просто поправить, и с существенной поправкой будет являться то, что преступления, соответствующие понятия геноцид, не имеют срока давности. То есть, если мы посчитаем, Римский статус Международного уголовного суда был ратифицирован в 2002 году, геноцид был принят как массовое преступление против человечества, скажем так, в 1915 году. Прошло столько лет, но если мы внесем такую поправку, можно, в принципе, наложить какую-то ответственность государства. Да, вот существенная проблема именно, я согласна, заключается в том, что большинство организаторов, так или иначе, и косвенных участников уже умерло, поэтому данная проблема является очень актуальной, но за нанесение колоссального ущерба в демографическом и культурном плане, я считаю, что все равно рационально наказывать правоприемницу Османской Бели Турцию, но тут уже немножко другой вопрос. Вообще, станут ли государства разрабатывать либо новый документ, который предполагает, что преступление не имеет срока давности, либо же внесут ли они поправки в Римский статус Международного уголовного суда, это вообще непонятно, потому что, к сожалению, получается так, что интересы каких-то сильных стран, они учитываются больше, чем интересы какого-то народа, который потерпел значительный ущерб и нуждается в восстановлении. Спасибо. Поэтому это очень большая проблема. Вы, по-видимому, изучили большую литературу, стоя с другой стороны, есть прямо противоположные точки зрения. Видите ли вы какие-то возможности для соприкосновения этих точек зрения, какие-то выходы все-таки объективные из этой ситуации, когда две стороны прямо противоположные выводы делают? Ну, это очень сложный вопрос. Вот изучая огромное количество литературы на данную тему, у меня все равно внутривнутренние противоречия, потому что, с одной стороны, даже на объективном уровне можно исправить ситуацию. Например, вот... Нет, есть ли какие-то в литературе уже позиции, которые вам кажутся, от них можно оттолкнуться и найти что-то объективное? В литературе как таковой нет. Нет, да? Да. То есть, в основном, описываются исторические события и говорят, какой урон, количество умерших и так далее. Просто это настолько сложный вопрос, и прошло уже более ста лет, что в перспективе пока непонятно, как решится вопрос. Но просто интересен тот факт, что с каждым годом все больше и больше стран признают геноцид. То есть, например, в 2015 году Германия, Канада и ряд других стран признали геноцид армян, как просто массовое преступление против человечества, и осуждают правительство Турции и Османской империи в том числе. Спасибо. Есть еще вопросы? Можно я вопросу? Конечно. А помимо физического востребления, Османская империя воздействовала как-либо на историческую культуру армян? Да, на историческую культуру армян она также воздействовала, и непосредственно даже до геноцида. Вообще, большинство армян скрывало свою религиозную принадлежность, потому что было как-то... Вот уже непосредственно в момент правления султана Булхамида обстановка накалялась, и, соответственно, некоторые армяне становились крипто-христианами, например. А крипто-христианство предполагает, что внешне ты ведешь себя как мусульманин, то есть совершаешь такие же обряды формально, но ты остаешься христианином, скрывая все это. Это вот религиозное давление, финансовое давление. Вообще считалось, что... Вот я не знаю, я вот опять же читала, меня вот просто удивляло, вот, например, 70% проживающих на территории Османской империи армян составляли низший слой населения. То есть они были совершенно обычными людьми, не имеющими какой-либо огромной собственности. Но вот именно с момента правления Булхамида начали считать, что основными потенциальными противниками в рамках государства могут быть именно армяне, потому что у них есть огромные собственности и так далее и тому подобное. И поэтому даже вот в рамках программы уже триумвирата, о котором я говорила, что собственность депортированных и убитых отбирается для улучшения благосостояния Османского государства, это тоже является уже другим воздействием. Также, не знаю, вообще осуществлялись ряд действий, которые просто, не знаю, заставляют удивляться и шокироваться. Вообще, мне кажется, что вот данное преступление, оно воздействовало на все абсолютно сферы армянского населения, вообще на сферу, на культурную сферу, на демографическую, на абсолютно на всю. И поэтому не зря сейчас как-то мировоззрение даже людей, мировоззрение потомков, оно все еще не поменится. Спасибо.